Приветствую всех! Всем отличной пятницы! Напоминаю, что сегодня в разделе сообщества вышел анонс на предстоящую Блиц-консультацию. Переходите, читайте, записывайтесь и буду вас ждать. А мы сегодня сделаем с вами расклад. Я хочу сделать его на одну позицию. Давно я не делала расклад на одну позицию. Он будет очень-очень коротенький. Я его не планирую делать большим. Действительно, потому что, во-первых, у меня нет вопросов подготовленных, по которым можно было пройти по этому раскладу. Я просто хочу, не знаю, вот как-то, может быть, в потоке, что пойдет, пойдет на эту тему посмотреть. Но это будет расклад на одну позицию. Поэтому, кому не интересно, до понедельника. А кому интересно, остаемся. Итак, тема сегодняшнего расклада будет «Почему не сложилась жизнь?» Иногда бывает такое ощущение, что вот вроде бы все есть, но чего-то вот в жизни не хватает. И это сопровождается вот этим вот таким состоянием, что почему-то не сложилась жизнь. И вот «не сложилась» возникает в контексте того, что нереализованный какой-то потенциал. То есть, может быть, не сложилась жизнь в социальной сфере какой-то, либо профессиональной, и вы не достигли того, чего вы хотели. Но при этом вот ощущали, что был потенциал как-то, не знаю, реализовать свои какие-то амбиции. Но не сложилось. Очень часто мы говорим это про личную жизнь. То есть, моя жизнь не сложилась. Почему? Потому что нету, я не знаю, семьи. Может быть, есть даже дети. Но воспитывались они в одиночку с одним родителем. И вот возникают очень часто такие мысли. Они не всегда адекватные. Почему? Потому что это все субъективно. Но если разговариваясь с человеком и задавать ему правильные вопросы, он найдет кучу позитивных моментов, за что можно благодарить свою жизнь, за что можно радоваться. Но почему-то человек в какие-то моменты определенные, потому что я не думаю, что это всегда такое ощущение, что вот прям пессимистическое, что у меня не сложилась жизнь. Мне кажется, это скорее всего какие-то мгновения такие бывают, когда человек расстроен и он находится в низких вибрациях. Но все равно такие мысли есть. И вот это вот хочется мне просто посмотреть. Откуда? Откуда такие мысли? Откуда такие выводы? Вот. Ну, давайте приступим. Наш сразу главный вопрос. Почему не сложилась жизнь? Почему? Потому что здесь человек себе объясняет по восьмерке сосудов, что были какие-то внешние факторы, которые не способствовали вот как-то развитию человека. То есть это вот именно... Третий фактор – это могут быть как люди, так и ситуации. То есть вот такое ощущение, что все время что-то связывало, все время что-то ограничивало человека. Что это было? Что это было? Двойка кубков, да? Ну, скорее всего, здесь речь пойдет о личной жизни. Либо, ладно, не будем привязываться к сферам, поскольку было двойка кубков. Скажем так, что здесь ограничение было, может быть, в партнерстве, может быть, в дружбе. То есть там, где есть два человека. Именно в коммуникации между двумя людьми вмешивались всегда какие-то третьи факторы. Что это за факторы были? Для кого-то это была сама жизнь, для кого-то здесь выступал финансовый вопрос, да? А для кого-то здесь, может быть, какие-то черты вашего характера, да? То есть, с одной стороны, кто-то мог не... Ну, как-то вот не получилось реализовать свои задумки, да? То есть здесь, если это касается, например, финансовой стороны... Профессиональной стороны вопроса, да? То есть были какие-то планы, были какие-то задумки, но вот не получилось их реализовать, да? То есть были какие-то высокие амбиции, но я не смогла, либо я не смог это сделать, воплотить в реальность. А для кого-то здесь внешний фактор как характер черта вашего характера то есть не хватило терпения то есть раньше может быть что-то завершил можно было бы как-то продлить этот процесс до быть более терпеливым и тогда вы все сложилось но вот видимо где-то в чем-то поторопились не довели дело до конца но для кого-то непосредственно сама жизнь стала причиной преградой того что жизнь не сложилась еще почему кто-то из вас считает что жизнь не сложилась не знаю для кого-то может быть вот это вот ощущение недостатка недостатка любви недостатка внимания здесь веет тем что хотелось бы как-то любви я не знаю и это не обязательно вот прямо в контексте создания в дальнейшем до 7 здесь в принципе вот этого чувства не хватает то есть это может быть не только от партнера это может быть не знаю недостаток любви от матери либо недостаток для кого-то любви от своих детей то есть вообще вот этого вот чувства любви не сложилось из-за этого а для кого-то из-за вашего характера опять-таки вот этой чувствительности эмоциональности может быть для кого-то мнительности да это хочешь что такое ощущение что вы сами явились для себя какой-то преградой вот в чем именно да вы были преградой для себя неуверенностью по двойке педакли. Может быть, тогда, когда надо было принимать какие-то решения кардинальные, не хватило духа. То есть где-то смолодушничали. Где-то очень долгое время сомневались. Где-то, не знаю, может быть, утратили какое-то равновесие. Даже в продолжение этого аркана, как третий фактор, может быть то, что ваши эмоции... То есть тогда, когда надо было промолчать, где-то вы что-то сказали лишнее, не сдержали свои эмоции. Это тоже стало некой такой помехой. Еще. В чем причина, почему не сложилась жизнь? Для кого-то это была жизненная позиция. Причем, смотрите, повешенная душа все время говорит о каких-то ограничениях. То есть для кого-то здесь может быть как черта характера, когда человек пессимистичный и ощущает себя жертвой обстоятельств. Я не исключаю, что так и может быть, но в большинстве своем здесь просто такой выбор, выбор, скажем, человека, смотреть на жизнь через призму того, что я являюсь жертвой, да, что меня все время чем-то лишают, ограничивают. Либо я, я выбираю такую позицию, да, что я буду себя собой жертвовать во имя чего-то, либо во имя кого-то. Вот. И вот это вот ощущение какой-то вот неполноценности. Причем оно больше идет как-то вот на эмоции, как будто вот человеку не хватило каких-то эмоций, каких-то состояний. Вот каких состояний вам здесь не хватило? Токан влюбленных, видите, любви не хватило. Любви не хватило. Причем здесь такая любовь, где вы ей управляете, да, то есть не вы, тоже такая интересная любовь, где вы решаете, где вы принимаете решения, где вы ведете более такой, не знаю, активный образ, где вы ведущий, где вы главный, где вы лидер. Скорее всего, вот так вот как выпадают карты, да, я могу предположить, что вы как будто бы все время были на вторых ролях. И вот это вот ощущение неудовлетворения от жизни как раз-таки потому, что я не смогла ощутить вот в полной мере себя человеком, который, ну, имеет право голоса, что ли, если это касается, допустим, даже ее отношений. Что вам мешало? Почему вы чувствуете себя ограниченными? Для кого-то, если это касается профессиональной сферы, то конкуренция, то есть вы не чувствовали уверенность в себе, здесь твой капендарль тоже на это указывает, вы не чувствовали уверенности в себе, не чувствовали, что вы можете быть конкурентоспособным, то есть здесь еще помогу, такая, да, заниженная самооценка. Где-то, возможно, в подростковом возрасте вам подрезали крылья, и вы ощутили вот это вот с этого момента, неуверенность в себе, и все никак не могли понять, в чем причина. То есть если бы вы поняли, да, вы ранее бы это как-то поработали с этим и могли бы исправить, но здесь вот это вот все время бесконечно какое-то такое ощущение, что что-то со мной не так, да, что я как будто бы немножко не до, не дотягиваю, не до, как-то вот это вот очень ярко выражается, и поэтому человек здесь не ощущал в себе уверенность быть конкурентоспособным как-то что-то отстаивать, чего-то добиваться для себя, да, за что-то бороться. То есть вот может быть ваш характер такой достаточно мягкий, не давал такой возможности, либо вот прям долгий такой период жизни, где вы чувствовали себя жертвой. Но здесь вот ощущение, что я не могу себя выразить, я не могу себя проявить. В чем вы хотели бы себя проявить, Аркан Суда? В том, чтобы изменить свою жизнь полностью, кардинально. Понимаете, здесь вот такое ощущение, что почему не сложилась жизнь, потому что вот если бы дали возможность, я бы начала ее с чистого листа и абсолютно по-другому, абсолютно по-другому, как будто бы вот до и после, вот кардинальная разница. Как бы вы начали жить свою жизнь сначала? Как бы вы ее изменили? Кто-то бы сбросил груз каких-то своих обязательств, которые всю жизнь как-то тащил. Кто-то, возможно, бы принял решение, что, знаете, мне дети не нужны, либо, я не знаю, либо хотя бы это был один ребенок, да, там, они два и три, потому что, вот, видимо, какая-то вот большая ответственность была. Кто-то, может быть, пошел бы учиться. Кому-то вот не хватает. Но в любом случае, чем бы вы ни занимались, вы хотели бы, чтобы ваша жизнь, она была более богатой, и вы чувствовали себя более уверенным человеком, что ли. человеком, который действительно проживает свою жизнь. Почему у вас ощущение такое, что вот вы не свою жизнь проживаете? Потому что вы, как бы сказать, действительно ее не проживаете, да, по четверке мечей, то есть здесь нет активности. Если бы вы им жили своей жизнью, да, как вы считаете здесь по раскладу, то вы бы как-то, вот, я не знаю, активничали, да, что-то создавали, что-то творили, как-то что-то придумали, то есть здесь должно было быть очень много огня. А здесь ощущение того, что вот человек, не знаю, не понимает, что ли, свою жизнь, либо утратил какой-то смысл жизни. То есть здесь нет активности, здесь человек бездействует. Почему здесь человек бездействует? Потому что он не понимает, он не понимает, куда ему идти. Здесь человек, во-первых, он как будто бы не понимает себя. он не понимает свою собственную ценность, да, кто он такой, зачем он вообще живет на земле. То есть здесь ощущение того, что у человека как будто бы в срождении очень много каких-то обязанностей, да, то есть разных дел, которые он должен сделать, он их просто выполняет. Некрасиво будет звучать, но очень похоже на некое такое рабство, знаете, когда, не знаю, либо как крепостные какие-то, человека, у которых есть очень просто много дел, много обязательств, и человек не привык быть вольным, не привык быть свободным, он только об этом мечтает. Но если ему дать эту свободу, в силу того, что у него никогда не было такого опыта, он тоже будет бездействовать, либо вернется к прежнему образу жизни, потому что он не знает, он не знает, как это жить по-другому. И, возможно, сейчас у вас появляется как раз таки это время, и это возможно жить так, как вы хотели. И здесь возникает вот этот вот вопрос по лабиринту, а куда мне двигаться-то? А что мне теперь делать с моей жизнью? Я не знаю, я не знаю. В чем здесь луна? Что вы не знаете, не понимаете, в чем здесь луна, да? Луна и выпала. Здесь лабиринт, а здесь луна. Проблема, скорее всего, заключается в том, что вы какая-то вот идет, знаете, неприспособленность что-ли к жизни, к реальности. То есть здесь человек очень многое себе напридумывал, очень много иллюзий в жизни этого человека. Почему? Потому что он, знаете, за этими иллюзиями проходит некий такой побег от реальности. Почему? Потому что реальность, в которой я проживаю, она мне не нравится. Мне сложно с ней совладать. И поэтому я придумываю что-то для себя, свою какую-то виртуальную реальность. И очень часто я в нее убегаю для того, чтобы как-то вот, я не знаю, сохранить какой-то вот инстинкт самозащиты, сохранить себя. Но с другой стороны, я понимаю, что это иллюзия. И мне от этого еще горче становится. Вот здесь как-то так. А в чем истинная причина того, что вот ваша жизнь не сложилась? Вашей инфантильности, в вашей детскости для кого-то. А для кого-то в прошлом. Причина в прошлом. В чем здесь причина? Это аркан горделивости. Аркан того, что... В чем здесь гордость? Скорее всего, здесь речь идет не о гордости, а здесь речь идет о том, что человек все время был как будто бы ведомый кем-то и никогда не брал инициативу на себя. Возможно, кому-то не давали даже. И он привык так, что всегда есть другой человек. Там, не знаю, родители, дальше потом партнер, потом какой-нибудь работодатель. То есть всегда за этого человека кто-то другой решал. И человек привык, что... Ну вот так вот, как будто бы правильно, что ли. Он никогда даже не задумывался о том, что у него есть право голоса. И причина здесь в чем заключается, что человек не может самостоятельно сделать какой-то выбор. Он не может определиться. Луна тоже нам про это говорит. Почему человек здесь не может самостоятельно принять какой-то выбор? Почему? Потому что любой выбор ему причиняет боль. Когда он делает что-то самостоятельно. Здесь недостаток просто жизненного опыта. Возможно, как-то что-то пробовали делать один-два раза, и не получилось. Но вам, в силу вашего характера, потому что здесь очень мягкая личность какая-то идет, надо было просто... Ну, больше закалки, больше практики, больше опыта для того, чтобы научиться отделять одно от другого, определиться. Но, скорее всего, несколько раз попробовали, и это не привело к желаемому результату. И здесь вам как будто бы любой опыт разбивает сердце. И тем самым не дает возможности двигаться. Вы слишком, возможно, привязываетесь к людям либо к обстоятельствам. Здесь человеческий фактор, вот третье, то, что мы говорили, вмешивается что-то, человеческий фактор, он здесь ярко выражен. Здесь как будто бы вот инфантилизм этот детский, он связан с тем, что, не знаю, с одной стороны, вот как будто бы у вас действительно трудная какая-то, тяжелая судьба, а с другой стороны, она как будто бы вас ничему не научила. Она только, знаете, вот как будто бы много боли причинила, но вот повзрослеть, закалиться как-то вот вам не удалось. Здесь есть какой-то защитный механизм в вашей психике, который просто вам не позволяет разрушиться, что ли. но и с другой стороны, он мешает вам трансформироваться. Вот что именно вам мешает здесь измениться? Страхи. Ваши страхи. Причем, знаете, вы у меня идете очень сильный человек духом, но при этом одновременно человек, который не верит в себя. Почему? Откуда вот эти сомнения, неуверенность? Мне хочется сказать, что вы очень добрый. Вот просто неуверенность, как бы это ни казалось странным, что вы очень добрый человек. Человек, который больше отдает, нежели берет. И, возможно, здесь есть страхи, но, опять же таки, это от привычки, что вами будут пользоваться, что с вами будут поступать несправедливо. Здесь очень болезненный прошлый жизненный опыт, и отсюда вот это вот ощущение того, что моя жизнь не сложилась, что вот я все отдавал, я все делал как будто для других, а для себя ничего. А почему вы ничего не делали для себя? Были такие мысли, да, были такие мысли, были такие идеи, но они не привели ни к чему хорошему. Даже попытки были что-то создавать, но не знаю, как будто бы не хватило как-то мужества, что ли, храбрости. Вы очень зависимы от слов других людей. Вот еще раз подтверждение очередного аркана, говорящего о том, что мнение других людей, слово другого человека для вас было очень и остается очень актуальным. То есть вот вы как будто бы по своей натуре позитивный человек, что-то начинаете, но стоит вам услышать мнение как-то другого человека, причем аргументированное, и он не верит в то, что вы здесь задумались сделать. Вы как-то, вы знаете, поникли сразу, опустили руки, и отказываетесь от этой идеи. Вы очень быстро сдаетесь. Почему вы сдаетесь? Потому что на вас, не знаю, кто-то здесь, может быть, избегает какие-то конфликты, а кто-то боится вот какого-то давления на вас. Знаете, ощущение того, что вот, возможно, какой-то период своей жизни вы жили, либо всю свою жизнь, жили в каких-то таких абьюзивных отношениях, у вас выработался рефлекс, то есть лишний раз ничего не скажи, лишний раз ничего не сделай, потому что меня будет наказывать. Здесь ощущение каких-то наказаний, вот этот побег от реальности, ваш фантазийный мир, это единственный ваш спасательный круг. Либо, знаете, когда вы ложились спать, это вот тот момент, когда человек спит, когда человек бездействует, когда человек о чем-то мечтает, вот это та часть, где для вас являлась как будто бы вот вашей реальностью, вашим островком спасательного круга, вот там вы можете делать все, что вы хотите, и это вот как раз виртуально, во всем остальном реальность была достаточно жесткая. Какой урок вы здесь проходили? Урок честности. Честности самим собой и понимания реального мира, что это такое, что значит честность с собой. Королева мечей уметь видеть реальность, не убегать от нее, а уметь видеть реальность, уметь себя отстаивать, уметь держать удары, побеждать. работать на тем, чтобы какие-то вот, как-то, знаете, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Трансформироваться. Вот эта вся ситуация, знаете, как ни странно, чем больше боли было в вашей жизни, тем больше была задумка того, что вот после этого момента вы изменитесь. Это как, знаете, додавить до конца, вот как это, добить противника до такого момента, что вот он как-то бы стал реагировать на вот это вот давление, а здесь получилось как будто бы наоборот, то есть чем больше вас принижали, занижали, обесценивали, использовали, тем больше вы как-то соглашались с тем, что вы недостойны, что вот такое вот поведение вы заслужили. Но задача была как раз-таки противоположная, чтобы вы в какой-то момент как-то, знаете, пробудились и сказали нет, почему, почему это со мной происходит, нет, как-то начали реагировать, причем реагировать кардинально, очень жестко, вы должны были здесь переродиться, то есть вот эта вот ваша мягкость, податливость и обесценивание собственное самих себя, оно должно было переродиться, вы должны были стать другим человеком. Каким человеком вы должны были стать? Акан умеренности, во-первых, человеком, который исцелился бы первично от такого болезненного урока, потом вы должны были как-то научиться управлять своими эмоциями, контролировать их, с одной стороны оставаться мягкими, а с другой стороны быть жесткими, то есть как это быть мягкими, жесткими, то есть быть настойчивыми, смотреть свою собственную выгоду, но при этом быть водой, быть иньской энергией, то есть вода, которая видит на своем пути какие-то преграды, она просто обходит, да, либо вот как-то вот обкатывает эти камни, в каких-то моментах накрывает, то есть она не идет напролом, но при этом вода, она все равно движется вперед, то есть какие бы преграды она не встретила, она все равно найдет лазейку, как-то может быть изменить свою траекторию, но она будет всегда двигаться в том направлении, в котором должна, то есть здесь должно быть с одной стороны постоянство, стабильность, уверенность в себе, но вы должны были стать человеком, который должен был научиться управлять своими эмоциями, может быть даже где-то в чем-то и быть сухим, то есть контролировать свои эмоции до такой степени, что вот кому-то могло бы показаться, что вы, не знаю, жестокий какой-то человек, безэмоциональный, но при этом аркан умеренности говорит, что вы все равно были бы мягкими, то есть вот это качество вашей мягкости, оно никуда бы не ушло, оно должно было бы принять какую-то конкретную форму, структуру, какой-то конкретные правила, вот король кубков, никуда ваши эмоции бы не ушли, просто бы они стали более поднятными, были бы какие-то конкретные правила, которые вы должны были устанавливать и границы для других людей, то есть, что дозволено, здесь вы должны были научиться выстраивать эти границы, заметьте, мужские арканы, король кубков и император, мужские арканы, то есть, вам не хватает вот этой вот силы воли, о которой мы говорили, да, здесь, мужество, сила духа, не воля, а сила духа, здесь не хватило, еще каким человеком вы должны были стать, ну, для кого-то, а счастливым, да, в первую очередь должны были стать счастливым человеком, а какой вы сейчас, вот давайте посмотрим, какой-либо, какой человек вы сейчас, вы человек все равно мягкий, да, рыцарь кубков указывает у нас на мягкость, на мягкость, на открытость, на какой-то вот такой, знаете, добродушный, щедрый человек, где-то может быть вдохновленный чем-то, человек верит во что-то лучшее, во что-то возвышенное, приятное, но при этом, вот, ваш опыт, о котором я ранее рассказывала, да, по девятке мечей, он говорит о том, что вы в каких-то моментах очень наполнены чувством вины, стыда, как-то вот привили, вот привили вас это, да, это было очень долгое время, вот как будто долгое время как-то вот вас убеждали, вам внушали что-то, и вот это вот болезненные моменты, да, вот вы срослись, вы как будто бы приняли это все на свой счет, и вы считаете, что, да, я в чем-то виновата, у меня есть вот какая-то там вина, какая-то боль, безусловно, здесь могут быть у кого-то панические атаки, головные боли, да, здесь человек очень тревожный, еще какой вы человек, внешне вы очень миролюбивый, да, даже очень позитивный, но внутри в каких-то моментах, да, вы прям ощущаете пустоту, вы опустошенный, вы опустошенный, здесь, здесь давно уже все, как будто бы, вот я не знаю, высохло, умерло, внутри вашей души, здесь очень много страхов, очень много, и опять-таки, это вот какое-то внушение, такое бывает обычно, когда люди находятся долгое время в уязвимных отношениях, и когда на них кричат, когда их обесценивают, и человек, вот знаете, как дикий волчонок, да, он на все как-то вот опасается, остерегается, но при этом самое позитивное то, что вы не стали агрессивными, да, вам страшно, да, есть вот эти вот состояния пассивности, и то, что я описывала ранее, но при этом вы все равно сохранили какую-то человечность, какую-то добродушность, легкость, веселье, то есть вот вас как будто бы, знаете, я говорю здесь очень много воды, вас не сломали, но при этом запрограммировали, да, вот эту вот воду, это состояние, на что-то безобразное, на что-то негативное, поэтому у вас вот это вот ощущение того, что я какой-то несостоятельный, но это не ваши программы, это не ваши программы, это вот вас, вас вложили, а вы поверили, а почему вы поверили вот в эти программы, которые вас вкладывали, потому что вы разочаровались, вы разочаровались в жизни, То есть вот, понимаете, вы сдались. Вы сдались, поэтому вот здесь у нас и выпадал. Два раза аркан силы выпал, да? То есть здесь человек где-то сдался. Вы предали сами себя. В чем-то вы сдались. Надо было бороться дальше. Есть ли возможность как-то вот что-то изменить сейчас? Хотя у нас выпадал аркан суда, который говорил о том, что вот вы очень хотели бы начать жизнь с самого начала. Есть ли возможность начать жизнь с самого начала? Неважно, сколько вам сейчас лет. Конечно, аркан колесницы. Конечно, если вы примете решение, что да, я хочу начать жизнь заново, вот с того момента, где я сейчас есть, и неважно мне, 60 лет, 65, я хочу жить заново, то вы можете это сделать. Да, какие-то моменты, безусловно, в силу возраста уже невозможно, но жизнь поменять возможно. Вот вам нужно это захотеть. Что для этого нужно сделать? Обнулиться. Перестать, перестать деградировать. Перестать все время как-то, знаете, хитрить самим собой, как-то вот еще такие качества вы выработали, но это опять-таки инстинкт выживания, то есть если вы что-то хотите, вы никогда не будете просить напрямую, надо как-то вот изворачиваться, надо как-то хитрить, надо обманывать. Но это опять-таки приспособленность человека к выживанию. Это не свойство вашего характера. Надо обнулить это тоже, да, вот эти вот всевозможные самообманы, где вы уже настолько привыкли к обесцениванию, что в каких-то моментах вы сами себя обесцениваете. Что еще нужно обнулить? Не знаю, какое-то вот стабильное, негативное отношение к самому себе. Скорее всего, недоверие. Вот здесь как будто бы вот вас убили какую-то вашу веру. Веру в себя, веру в жизнь, веру в позитив, во что-то такое вот прям, знаете, хорошее. Что еще нужно? Нужно научиться слышать подсказки. Подсказки есть, вас сохранят. Если бы вас не оберегали, не охраняли, вы бы не дотянули до этого момента. Потому что были такие моменты в вашей жизни, когда вы хотели наложить руки на себя. Да, были такие моменты. Может быть, у кого-то и не единожды были попытки. Такой, знаете, тяжелый расклад не в контексте энергии, а в контексте того, во что вы поверили в себя. И вот это как-то, ну, очень сильно горчает. Почему? Потому что вы позволили этому случиться пассивно. вот именно тем, что вы не бороли за себя, что вы не реагировали. Но каждый свой путь. И этот путь, возможно, вы должны были пройти. К чему вы должны сейчас прийти? Научиться выстраивать границы. В первую очередь. Да, научиться ценить себя и выстраивать границы. Начать заново верить во что-то позитивное, во что-то приятное. Начать радоваться. Понять, что такое счастье. И начать самому создавать это счастье. Верить в него и создавать его. Это очень важно. То есть это не просто на словах, я буду верить во что-то позитивное, а я буду соответствовать этому. Я буду каждый день думать о чем-то позитивном. Я буду все время стараться, в те моменты, особенно когда накатывают слезы, выбирать именно счастье. Выбирать. Счастье не случается. Счастье создается. И вам это будет очень-очень трудно сделать. Потому что вот ваша жизнь, она вся была через призму боли, негатива и так далее. А сейчас надо жить по-другому. Сейчас нужно жить через солнышко, через веру, через позитив, через то, что я выбираю каждую минуту. Я буду улыбаться. Я выбираю счастье. Я выбираю позитив. То, что у меня будет все хорошо. И это каждую минуту вы должны отслеживать в своей голове свои собственные мысли. Потому что привычки, которые вы здесь выработали, просто так не поменять. Но если вы будете прикладывать усилия, то вы сможете изменить свою жизнь. Здесь недостаточно одного желания. Здесь нужно очень много действий совершать. Какие действия нужно? Здесь нужно двигаться вперед, даже в те моменты, когда вы чувствуете неуверенность в том, что у меня ничего не получится. Все равно нужно держать вот эту вот искорку какого-то божественного света внутри себя. Нужно включить в себе заново желание опознать этот мир с самого начала. С осознанной позиции. Вы уже взрослый человек, вы не ребенок, но вы можете познать этот мир заново, с нуля. Включить любознательность, включить интерес. Я еще и подумала, давно не было у нас дьявола. В чем говорит дьявол? Убрать обиды. Убрать обиды на жизнь, заново научиться мечтать. Мечтать и идти к своей цели. Но опять же таки через позитив четверка жезлов. Я не знаю, насколько вам это удастся. Возможно, самостоятельно даже нет. И здесь понадобится помощь психотерапевта. Да, то есть человека, специалиста, который бы мог вас не только курировать, но и поддерживать. Потому что вот, когда начинается терапия, всегда бывают откаты. И вот эти вот откаты, они являются такой контрольной точкой. Либо вы сольетесь, либо вы станете сильнее и совершите прорыв. Поэтому человек должен быть здесь, я не знаю, как минимум какой-то наставник, какой-то помощник, который будет вас поддерживать. Который будет держать вас за руку, молчаливо вы будете двигаться вперед, работает над собой, а он будет вас держать за руку рядом и говорить, что все получится. Когда вы упадете, он будет вам помогать поднимать вас. Но он ничего не будет делать за вас. Вы должны сделать это все самостоятельно. Вот какой-то такой расклад. Грустненький немножко, но это реальность. Это реальность. И многие люди живут так. К сожалению, конечно, но многие живут. И возможно, этот расклад, как это так вышел, и почему-то я выбрала его на одну позицию, мне захотелось вот скрыть эти моменты, чтобы, возможно, глядя со стороны, уже в более таком спокойном состоянии, в зрелом возрасте, вы смогли принять самостоятельное решение, что, возможно, где-то вы что-то ощущали, но все никак не было вот этого осознания того, что у меня есть право изменить жизнь в любой момент. И сейчас наступил тот момент, когда вы можете изменить, когда вы уже независимы от других людей, от их мнения, и у вас есть право выбирать себя, выбирать свою жизнь, такой, какой вы хотели бы жить. Достаточно вам поверить в это. Проблема заключается в том, что вы уже не верите. Вот когда, знаете, надежда умирает, говорят последние. В вашем случае надежда умерла. Не у всех, конечно же, но если у кого-то она останется, поверьте мне, вы сможете изменить жизнь, вы сможете стать сильнее и быть счастливыми. Ну, а кто согласится с тем, что уже время ушло, и паровоз, как говорится, время утекло, паровоз ушел, ну вот, как говорится, по вере вашей и воздастся. Но я все равно верю в самое позитивное, да, потому что это жизненная позиция, это выбор, это выбор, это то, что у вас никто не может забрать. Выбор, во что вы будете верить и что вы для этого будете делать. Насколько вы готовы побеждать самого себя, потому что борьба не с кем-то, а борьба внутри вас, самими, с собой. И вы можете победить. На этой ноте прощаюсь. Если вдруг у кого-то возникнут вопросы, можете обращаться ко мне на личную консультацию, разберем, посмотрим вас конкретно. Информация о том, как записаться на личную консультацию, есть по ссылке мои услуги под этим роликом. А я желаю вам приятных, уютных, интересных и позитивных выходных. Встретимся в понедельник. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.